Всем огромный привет! Сегодня я очень хочу приготовить у себя на кухне пиццу в рулете. Имеет она название пицца Стромболи, получила она такое название в честь острова Стромболи, но вообще этот рецепт придумал американец, который просто использовал звучное имя и назвал этим именем одно из своих новых блюд. В домашних условиях это пицца в рулете и это отличный способ приготовить закуску для всей компании. Надеюсь, что вам понравится рецепт этого блюда и вы будете его использовать у себя дома, когда будут собираться у вас компания. Ну, в принципе, я думаю, что не обязательно готовить эту пиццу для компании, можно и себя порадовать. Но, как всегда, вы уж сами решите, для чего вам пригодится этот рецепт, а я просто постараюсь его максимально хорошо, красиво и доступно вам показать. Сегодня я воспользуюсь своим кухонным комбайном и на столе у меня из продуктов. Для начала нужно замесить тесто, поэтому здесь мука, оливковое масло, соль, сахар вместе с сухими дрожжами у меня здесь и водичка тепленькая. Отправляем в первую очередь, что это можно делать непосредственно в чаши комбайна. Выливаю водичку, высыпаю в сахар вместе с дрожжами и это все растворяю. Буквально минутку нужно дать, чтобы разошлись дрожжи хорошо, после чего буду отправлять остальные ингредиенты. Теперь добавляю соли и также оливковое масло. Чашу я ставлю на место в кухонный комбайн и здесь у меня насадка крюк, как видите. Мука уже просеяна, подготовлена, поэтому по чуть-чуть буду добавлять муку и буду замешивать тесто. Его нужно замешивать около 12-15 до 20 минут, то есть достаточно долго, поэтому я использую кухонный комбайн. За счет этого тесто получится очень хорошим для пиццы. Если будете делать это все руками, то в плане того, что ваши руки немного устанут, но в принципе все возможно сделать и руками. Выключила я кухонный комбайн. Открываю его и видно, что тесто практически даже с крюка слазит. Оно стало таким мягеньким, податливым, очень хорошо поддается. Смазываю тарелку оливковым маслом совсем чуточку и отправляю сюда тесто. Оставляю его, накрываю полотенцем, оставляю приблизительно на час-полтора, в принципе до двух часов вы можете его оставлять. Нужно, чтобы оно подошло. Тесто у меня подошло. Видите, как оно хорошо увеличилось в объеме, где-то приблизительно в три раза, как я заметила. И я потихоньку уже, пока у меня подходило тесто, подготовила все остальные ингредиенты. Здесь у меня томатный соус. Я его делаю на основе, так же, как я делаю всегда на пиццу. Если очень сильно вам интересно, то в моих ранних видео есть рецепт пиццы. И там подробно снято то, как я делаю этот соус. Я поджариваю лук, добавляю к нему вурстерский соус вместе с винным уксусом, добавляю томатную пасту домашнюю в моем случае, либо же томаты перетертые, либо можно использовать томатный сок. Все это увариваю до определенного момента. Если нужно, добавляю сахар, для того, чтобы он был кисло-сладкий. Ну и специи там, перец, соль, если нужно, и какие-то травки. Здесь у меня порезанная колбаска с салями. Здесь у меня порезанный почеревок. Очень люблю почеревок использовать именно для пиццы. Можно использовать буженину, но за счет почеревка она будет более сочна. И здесь у меня потертая уже моцарелла. Яйцо для того, чтобы смазывать эту пиццу стромболи сверху. Ну и тесто. Сейчас я все ингредиенты для начинки убираю в сторонку. И тесто мне нужно разделить на две части и раскатать его в тонкий пласт. Поэтому освобождаю стол, чтобы было удобно раскатывать тесто. Тесто поделила на две части и одну из них вот раскатываю скалку. Муку не использую, так как тесто не прилипает пока к скалке. Наверное, если бы прилипало, то бы использовала. А так пока что не буду. В идеале нужно раскатать в прямоугольник. Но у меня так не получается, поэтому раскатываю так, как получается. То есть в такой овальный круг. Можно руками, так как скалкой уже тяжело раскатывать, растягиваю это все руками. И вот так вот уже можно в таком состоянии оставлять. Так как у меня будет две таких пиццы, то где-то мысленно делю свой соус на две части. В первую очередь наношу соус на тесто и не дохожу до краев буквально нескольких сантиметров, чтобы потом тесто очень хорошо склеилось. Если кто-то у вас не любит лук, то можете использовать лук, но перебить это все блендером. И тогда ваши родные не заметят, что вы использовали лук. Потому что я обычно не перетираю в блендере, не взбываю соус. Так как в моей семье это все нормально. Никаких проблем с луком нет. Но в идеале, чтобы сделать соус однородным, а не с такими крупинками лука, то можно перебить его блендером. Следующий этап. Сверху посыпаем все это моцареллой. Вот так это выглядит. Дальше необходимо салями. Я это все делаю в хаотичном порядке. Точно так же кусочки с почеревком. Далее здесь у меня яйцо. Его я буду немножечко взбивать. Венчиком буквально немножко. После того, как взбили яйцо, смазываем края пиццы яйцом. И заворачиваем все это в рулет. Защипываю края с одной и с второй стороны. И переношу все это на противень, смазанный растительным маслом. После того, как перенесли на противень, смазываю пиццу сверху еще взбитым яйцом. Аккуратненько по всей поверхности. Далее необходимо сделать поперечные надрезы через 4-5 см. Тут уже, в принципе, выбирайте сами, какие вы хотите, чтобы у вас были эти кусочки. Вот так это выглядит у меня. Сверху я это посыпаю орегано сухим. Можете использовать сушеную петрушку. Можете использовать свои любимые травки. Я люблю орегано. Здесь у меня еще есть приправа к пицце. Буквально немножечко вот так сверху точно так же сыплю приправы этой. И немножко посыпаю еще тертой моцареллой. Отправляю в разогретую духовку. 250-240 градусов. Приблизительно 10-15 минут она проведет в духовке. Пиццу я достала из духовки, положила. Она еще очень сильно горячая. Сейчас немножечко времени пройдет. Я переложу ее в другую тарелку, подставку. И буду вам снимать уже окончательно кусочек, как мы будем ее пробовать. Пиццу можно спокойно подавать. Уже она готова. Она пропеклась. Она очень хрустящая. Люблю, когда она такая золотистая везде, со всех сторон. И люблю, когда ее кусаешь, и она хрустит. Внутри осталась очень сочная начинка. Даже такой вариант пиццы мне нравится больше, в плане того, что ее намного удобнее кушать. Вы берете кусочек, и вам удобно. У вас ничего нигде не капает, не падает. Не нужно складывать несколько раз. Не нужно кушать ножом и вилкой для того, чтобы это выглядело красиво и элегантно. Вот берете кусочек, садитесь с друзьями за один большой стол и кушаете. И мне кажется, что это гениальная подача. И в плане того, как это готовят. Все элементарно, быстро, легко. Нужно немножечко заморочиться с тестом. Не нужно подождать время, чтобы оно подошло. Но начинка, как мне кажется, может использоваться абсолютно любая. Вы можете положить туда то, что любите именно вы. Обязательно используйте сочную начинку, для того, чтобы все-таки она была внутри сочная. Так мне нравится больше. Возможно, это всего лишь мой вкус. Но это моя рекомендация вам. Все, на этом желаю вам приятного аппетита. Обязательно ставьте пальчик вверх, если вам нравится мой вариант пиццы с тромболи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока, до скорых встреч.